Тема урока. Сложно-подчиненные предложения с несколькими предаточными. На этом занятии мы расширим наше знание о строении и структуре сложно-подчиненных предложений, составим общее представление о сложно-подчиненных предложениях с несколькими предаточными. Вспомним, что сложное предложение, в котором одно простое предложение по смыслу и структуре зависит от другого, подчиняется ему и связано с ним на основе подчинительной связи, то есть с помощью интонации, подчинительных союзов и союзных слов, называется сложно-подчиненным. Части сложно-подчиненного предложения неравноправны по смыслу. Главное предложение подчиняет себе предаточное. От главного к предаточному можно поставить смысловой вопрос. Например, на речной пойме, какой, которая заливается в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы. Сложно-подчиненные предложения могут содержать два или более предаточных и могут по-разному соотноситься друг с другом, образуя три основных вида подчинения. Последовательное, параллельное и однородное. При последовательном подчинении предаточных первое предаточное предложение предаточной первой степени подчиняется главному предложению, а остальные предаточные второй, третьей степени последовательно подчиняются друг другу. Например, начало темнеть, когда, когда мы добрались до впадины. Какой? Где звенел ручеек? Какой? Который сбегал с горы? В этом случае при главном предложении имеются три предаточных предложения. Предаточная первой степени – времени, предаточная второй степени – определительная и предаточная третьей степени – определительная. Причем первая предаточная, предаточная первой степени, зависит от главной части, вторая предаточная, предаточная второй степени, зависит от первого предаточного, а третья предаточная, предаточная третьей степени, от второго предаточного. Параллельное подчинение предаточных – это такое их подчинения, при котором предаточные части относятся к одному и тому же главному предложению или к разным словам в общем главном предложении, и при этом отвечают на разные смысловые вопросы. Например, хотя наши кони довольно бойкие, всем известно, как темнота усмиряет самую прыткую лошадь. При главном предложении имеются два предаточных предложения – предаточное уступки и предаточное изъяснительное. Оба эти предаточные предложения относятся к одному главному, но отвечают на разные смысловые вопросы, несмотря на что и что. При однородном подчинении, соподчинении предаточных, все предаточные части относятся к одному и тому же слову в главном предложении или к главному предложению целиком и отвечают на один и тот же вопрос. Например, «Эта дорога привела нас в край, в какой? Где росли тощие кусты, где желтая трава местами выбивалась из-под снега». В этом случае при главном предложении имеются два однородных, соподчиненных предложения, определительные. Оба придаточных предложения в составе сложноподчиненного относятся к одному и тому же слову в главной части и отвечают на один и тот же вопрос. Встречаются более сложные по строению сложноподчиненные предложения, в которых указанные виды подчинения комбинируются. Например, «В воздухе, куда не взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба или с земли». Приведенное выше предложение является сложноподчиненным предложением с параллельным и последовательным подчинением придаточных частей. Подводя итог, можно отметить, что знание классификации сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными формирует умение не только определять значения, способы и последовательность присоединения нескольких придаточных к главному, но и составлять подобные предложения и активно использовать их в речи. Субтитры создавал DimaTorzok